Привет. Давайте потихоньку начинать. Сегодня мы с вами поговорим про LLM. Но на самом деле не столько будем про них говорить, сколько посмотрим скорее на то, как их можно самостоятельно применить. Потому что, конечно же, хочется как-то подергать, попробовать поиспользовать большие языковые модели, которые нам предоставляют качество генерации наиболее высокой на сегодняшний день. К сожалению, нам не всегда возможно это сделать в том плане, что не всегда доступны самые модели, а главное, не всегда доступны ресурсы. Но мы посмотрим на то, как, в принципе, можно некоторые из моделей захотеть, например, на том же коллабе, а также обсудим то, а как нам вообще их тюнить. То есть нужно понимать, что здесь, еще раз, модели уже занимают очень много места в наших ГПУ. И поэтому для того, чтобы нам их как-то дообучать на наши задачи, нужно придумывать некоторые исхищрения, идти на некоторые уступки для того, чтобы мы могли бы улучшить качество работы с помощью этих моделей на задачи, которые нам интересны, но при этом все еще вмещаться в наступные нам ресурсы. Ну, собственно, давайте посмотрим, как мы это можем сделать. Я, наверное, сразу скажу, что все-таки, несмотря на то, что мы сейчас обсуждаем то, как нам делать, по сути, эффективный тюнинг моделей, делать его все-таки не буду, запускать по традиции не буду, в том плане, что, опять же, наверное, очень долго это время не займет, даже с учетом различных ускорений, ну и, на самом деле, довольно долго ставить в библиотеки. Но, тем не менее, тем не менее, концептуально обсудим основные моменты. Значит, если мы начнем, на самом деле, с того, что мы посмотрим на первую строчку с установкой дополнительных библиотек, на самом деле, большая часть из них вам будет знакома. Я, наверное, единственное, что акцентирую внимание на вот этом вот начале, остальное так уже, на самом деле, чуть более минорно. Вот что здесь важно, если вы вдруг захотите, то есть вот прям спойлер наперед, что-то ускорять на том же коллабе у себя или у себя локальное, то вот там Bits & Bytes и Accelerate вам точно нужно будет поставить, потому что это либо там, которые, наверное, на которых завязана большая часть ускорения HF-моделей. Ну, собственно, давайте потихоньку смотреть, что у нас, собственно, в самом ноутбуке есть. Ну, здесь всякая установка, вот это все понятно. И, собственно, сами LLM-ки. Значит, что нам нужно с вами понимать, когда мы говорим про LLM? Мы уже ранее работали с моделями, которые способны нам генерировать текст, то есть с языковыми моделями, которые обучались на то, чтобы предсказывать следующее слово, следующий токен в последовательность. То есть мы с вами уже с трансформерами знакомы, с каким-нибудь там, условно, бертом мы уже работали. Значит, в чем у нас концептуальное отличие у моделей, про которые говорим мы сейчас? Ну, если мы отбросим, на самом деле, всякие тонкости, то можем сказать с определенной долей допущения, что это все те же модели, только побольше, посерьезнее потюненные, вот это все. Но, как уже было сказано ранее, нам тоже, что с этого нам главный момент, который нас касается с точки зрения тех, кто хочет применить этой модели, что подчас эти модели могут быть, во-первых, настолько тяжелыми, что у нас не может быть на них ресурсов, как у индивидов, но на самом деле даже у некоторых компаний не всегда есть ресурсы на то, чтобы поддерживать inference систем подобного масштаба. Но, тем не менее, в целом, если хочется подергать что-то, что прям, ну, прям сото-сото на сегодняшний день, все равно в том или ином виде придется это делать через API. Потому что захватить такое самостоятельно, во-первых, не всегда возможно, а, во-вторых, что самое важное, конечно, наилучшие модели на сегодняшний день, они закрыты. Вот, поэтому, ну, если очень прям хочется, то вот можно, соответственно, подергать API, но, наверное, на этом особо подробно мы останавливаться не будем. Вот. Нас, конечно, интересуют в первую очередь модели, которые мы можем самостоятельно ручками потрогать, в том числе модели. Вот. И, может быть, даже с ними что-то сделать, например, доучить. Вот. И поэтому, наверное, можно, самое простое, что можно сделать, это просто сходить на HF. И шок, на самом деле, на HF даже можно найти модели, которые спокойно запустятся у вас на коллабе, и при этом дадут, ну, в некотором смысле, очень хорошее качество. То есть, скажем так, для большинства задач, скорее всего, вы будете удовлетворены тем, что данные модели могут предоставить. Конечно, это не соты. Конечно, это может там под какие-то узкие истории не работать. Конечно, важный момент. Нужно понимать, что они обучены некоторое время назад, и, например, они не знают каких-то, возможно, новых вещей, новостей, явлений, названий и так далее, и так далее. То есть вот со всеми этими допущениями, в принципе, что-то из этого можно использовать. И, наверное, единственное, на чем тут хотелось бы, что хотелось бы комментировать, скорее всего, если вы слышите, что кто-то где-то там выпустил какую-то свою GPT-like модель на сегодняшний день, когда речь идет про его ЛМК, всего, скорее, это просто был форк либо Мистраль, либо Ламы. Это такие просто, наверное, наиболее распространенные модели. В общем, множество абсолютно огромное есть. Можно вот буквально на хейфе просто посмотреть моделики, которые у нас есть в TextGeneration, буквально их забрать себе локально, или некоторые из них можно потрогать прямо вот на самом хейфе. То есть вот нам здесь предоставляется интерфейс для того, чтобы, собственно, дергать модель, для того, чтобы, ну вот, например, с Instruct моделей можно вести диалог прямо здесь, можно даже никакой там коллаб не поднимать. Что здесь хотелось бы вот важного прокомментировать? Значит, вот заранее, на всякий случай, открыл, естественно, вот нечто, что называется Мистраль 7b Instruct, и Мистраль 7b просто. Значит, что это за ключевое слово Instruct? Если мы, опять же, вернемся к моделям, с которыми мы работали раньше, с тем же Bertum в том виде, в котором мы с ним взаимодействовали, это модели, которые обучены исключительно на то, чтобы просто моделировать язык, то есть предсказывать следующий токен в последовательности. Что это значит для нас, как для тех, кто применяет модель? Это значит, что вот если мы зададим какой-то вопрос этой модели, ничего хорошего из этого не получится. То есть почему это так будет? Значит, спросим просто, как зовут у нас модель. Можно, на самом деле, даже могли бы там с какими-то опечатками, могли бы на том же русском попробовать, посмотрели бы, как оно работало. Кстати, заодно бы проверили, есть ли подобные данные в обучении. Вот. И мы видим, что никакого хорошего, на самом деле, вот ответа для модели как модели мы здесь не видим. То есть мы видим вот какого-то там, имя какого-то человека. Вот можем, наверное, еще по несколько раз, да, позапускать. И вот мы видим, что, например, здесь Мистераль думает, что это поэт или эдитер какой-то, да. На самом деле, кстати, вот интересно, сессия, наверное, не сохраняется, если мы страничку обновим, да. Ну да, да, да. Вот. Соответственно, если мы заново запустим, то все, уже по-другому. И кажется, это не то, что мы ожидаем. То есть это я к тому, что если бы мы считали, что у модели есть какая-то личность, да, она бы, наверное, ее вряд ли бы нам каждый раз меняла, по-разному представлялась и думала о себе по-разному. То есть, наверное, это все-таки какие-то моменты, которые связаны с тем, что у нас текст генерируется часть рандомной, и что-то здесь изначально не так. Ну, в общем, слишком много говорю, но подвести я к тому хочу, что эти модели без приставки чат, инстракт, они исключительно про то, чтобы продолжать текст. И они не обучены на то, чтобы отвечать на вопросы. То есть они скорее вам просто продолжат подобный вопрос либо каким-то результатом, который они запомнили. Допустим, у них был какой-нибудь текст, где-то какое-нибудь интервью, допустим, да, где человек мог про себя рассказывать, ему задавали этот вопрос или что-то подобное. То есть у них нет цели вести какой-то диалог. У них исключительно их задача, это предсказывает следующий... Вот. Если же мы, ну, собственно, можем поэкспериментировать, зададим тот же вопрос мистера или турк, который уже с пост-эксом инстракт, то вот мы увидим, что здесь уже будет некоторый осмысленный ответ и будет вести диалог. Но даже, на самом деле, вот только это можно понять потому, как выглядит API здесь, да. Почему это так? Потому что подобные модели, чат, инстракты и так далее, они, помимо того, что сначала были предобучены на большом корпусе текстов, они еще были дообучены именно на ведение диалога, на ответы на вопросы, и вот это все. И вот в таком случае корректно таким моделям задавать промт именно в формате, что там типа скажи мне чего-нибудь там, да, пытаться, ну, то есть выразить свой интент и чтобы там модель уже что-то вам ответил. В то время как для моделей без этого пост-экса, инстракт, если мы вдруг хотим ее использовать, то нам нужно просто задать промт таким образом, чтобы модель продолжила как бы написание этого текста просто, не отвечая на него, да. То есть если у одной модели мы там, допустим, спросим, какие там наиболее, не знаю, популярные писатели в 22-м году, да, то есть что-нибудь такое, то, в случае инстракт модели, то, например, у обычной модели без такого дообучения нам следовало бы написать, допустим, наиболее популярные писатели, двоеточие, поехали. Вот. Это, наверное, все, что вот хочется сказать по поводу такой предоговорки на тему того, как следует относиться к этим моделям. То есть еще раз важно понимать, что не всегда может получаться так, что ваша модель в общем плохо делает то, что вы от нее хотите, потому что она плохая, а, возможно, к ней нужно просто правильно найти подход, правильно создать промт, потому что у нас есть некоторое, на самом деле, искажение, связанное с тем, что мы в основном в последнее время вот слышим про модели диалоговые, которые, ну, умеют вести диалог, да, и мы изначально можем там хотеть во все модели пихнуть вот этот вот вопросно-ответный формат, да, а на самом деле это делать не всегда нужно, это не всегда хорошо. Вот. Ну, собственно, как эту красоту можно поюзать самостоятельно? Ну, вот на примере, например, вот OpenChat мы можем, собственно, опять же использовать библиотеку Transformers, которая просто-напросто сама нам по пути до данной модели загрузит эту модель, создаст нужный, создадим нужный токенайзер, все это засунем в нужное место. Вот. Но нужно понимать, что такая модель будет у нас занимать много места, да, то есть если мы здесь посмотрим, сколько она у нас занимает, ну, 13 гигабайт у нас улетело. То есть если мы там будем говорить вот про какие-то там карточки типа T4, что-нибудь такого, и, скорее всего, там все консюмерские карты, то, как правило, у нас там есть 16, ну, 20, может, гигов, да, поэтому нужно с этим совсем взаимодействовать аккуратно. То есть, например, если вы там в ненужном месте где-нибудь начнете читать градиенты, все довольно быстро сломается, да, я имею в виду во время инфиенса или во время чего-нибудь такого. Вот. Значит, по поводу генерации, собственно, при работе с этими моделями. В целом есть, конечно, разные подходы для того, чтобы строить последовательность и генерировать его в том плане, что мы можем выбрать разные стратегии для выбора следующего токена. Ну, можно здесь, на самом деле, просто почитать про эти стратегии. Наверное, не буду очень подробно на них останавливаться, потому что, наверное, не очень подробно они разбирались на лекции, а если разбирались, то тут как будто бы и больше добавить-то нечего. Ну, нам как бы важно понимать, что просто разные подходы существуют. То есть, во-первых, мы можем идти там просто жадно и каждый раз просто выбирать токен с наибольшей вероятностью, да. Вот. Ну, как бы что в таком случае мы получим? В таком случае мы, ну, вот да, тут можем посмотреть всякие плюсы и минусы. Ну, это тривиально, да. То есть, мы мгновенно знаем там, какой у нас следующий, какой следующий токен нам нужно взять. Вот. Но там как бы понятное дело, что тут, наверное, и оверфит очень сильно может мешать, что мы можем просто там не иметь разнообразия, если всегда будем идти именно по наибольшей вероятности или что-нибудь такое. Но в целом мы можем даже эту часть там покиксить с температурой, то есть с некоторым гиперпараметром, который будет добавлять нам некоторую случайность при выборе слова. Точно так же мы можем, например, выбирать не один токен не из топ-одного слова, а из топ-к. Слов там, топ-несколько слов, да. И так далее, и так далее. То есть можем там чуть похитрее, допустим, запускать какой-нибудь BIM-серч. То есть мы можем там, например, выбирать наиболее потенциально перспективные, назовем так, пути, которые нам дают итоговую наибольшую вероятность, да, и тоже выбрать какой-то топ и выбрать именно из этого топа какую-то последовательность итоговую, которая нам подходит. В общем, вариантов есть много. Итак, значит, если мы вернемся немножко к нашей модельке, то, значит, для… вот тут, наверное, придется немножко вернуться. Мы с Transformers использовали определенный класс, который уже имеет всю нужную нам обертку для работы с различными LLM-ками. И обычно у этих… значит, все, что нам нужно для того, чтобы работать с данной моделью, значит, во-первых, нам нужно токенизировать prompt. Ну, для этого у нас, соответственно, есть токенайзер, да, то есть что нам нужно сделать? Нам нужно задать input, пробросить его в токенайзер и получить тензер, который мы потом запихнем в нашу модель. Значит, что внутри этого тензера будет лежать? Ну, будет лежать, на самом деле, там некоторая служебная инфа, которая может быть полезна во время обучения, и будет лежать, ну, в данном случае, input.id. То есть это маппинг из токенов, которые у нас здесь есть, в номера этих токенов внутри нашей таблицы с эмбейдингами. Ну, можно считать, что внутри нашего сваря. Вот. Ну, вот можно, соответственно, дальше взять просто этот патч и прокинуть в нашу, в метод нашей модельки, метод generate. Вот. Мы здесь, соответственно, вот используем такую нотацию для того, чтобы нам там в явном виде не прописывать, что input.id равно тому-то, attention.mask равно тому-то. мы просто берем и разворачиваем весь наш контейнер, батч, который содержит уже различные переменные, которые будут просто корректно переданы автоматически уже внутрь функции generate в соответствующие аргументы и пойдут соответствующие значения. Просто удобно, чтобы нам ручками это каждый раз не прописывали. Вот. Ну, и дальше мы, соответственно, можем там по-разному все это дело декодировать. Да. То есть мы можем, например, там задать, что мы… Точнее, так, для того, чтобы нам сэмплировать температуру, мы можем задать соответствующий параметр при генерации и задать, соответственно, температуру. Вот. То есть чем больше у нас будет температура, тем более, скажем так, рандомные, скажем так, маловероятные аутпуты у нас могут получиться. Вот. То есть чем выше температура, можно считать, что тем нам хуже. Вот. И поэтому мы несем какой-то бред. Вот. Ну и, собственно, можно здесь посмотреть на результаты, которые получились. Значит, ну, опять же, здесь на самом деле, наверное, ничего такого сверхъестественного нету в том плане, что мы здесь и промпт подаем, который не предполагает какого-то ответа в том плане, что мы не спрашиваем, точнее так, мы не формулируем данный промпт как вопрос. И поэтому наша модель просто его продолжает. То есть, как мы уже поговорили, у нас не в данном случае инстракт модель, поэтому нам выгоднее именно в таком формате задать промпт, чтобы он просто был продолжен и, как бы, ответом на наш вопрос, если это является вопросом, будет просто начало нашего промпта плюс то, что нам выплюнет модель. Конечно, это, к сожалению, не работает тогда, когда вам, когда ваш вопрос очень слабо определяет аутпут. Вот. Ну, что поделать? Как бы так модели были обучены. Как бы какой контекст мы им можем предоставить, такой и предоставляем. Вот. Ну, соответственно, по большому счету просто нам показан тут различный интерфейс того, как мы можем использовать различные стратегии для генерации. Вопрос, что лучше использовать? Ну, я бы сказал, что, опять же, лучше посмотреть вот все за и против различных стратегий, выбрать что-то для себя, потому что, опять же, тут, ну, нельзя сказать, что есть какая-то серебряная пуль для всего этого, поэтому можно не заморачиваться и просто взять грид, серч и все. Вот. Немножко вот поговорим еще про, собственно, создание самого промпта. Значит, дело все в том, что вот разные модели могут ожидать разную токенизацию в том плане, что у нас внутри самих промптов могут быть, во-первых, различные служебные токены, которые используются в модели для тех или иных целей. А во-вторых, у нас может получиться так, что различные модели, грубо говоря, например, ожидают буквально разный формат инпута в плане того, как построены эти входы. Ну, сейчас начнем смотреть и станет понятно. То есть что я имею в виду? Что, во-первых, сами, допустим, там, под токены, start of sequence, end of sequence токены могут иметь разный формат. Это вот про первую часть того, что ты сказал. А вот про второе, это, например, что вот смотрите, у нас может, например, хотим нам смоделировать некоторый диалог нас и модельки. И вот для того, чтобы нам это сделать корректно, мы можем поступить следующим образом. Мы можем задать сначала, вот, например, затравку нашего диалога, а потом использовать определенный метод apply chat template от кинайзера, который превратит вот эту вот нашу сессию ответов на вопросы уже непосредственно в промпт, добавив, вот, ну, например, соответствующие там токены служебные, добавив, вот, например, некоторые части промпта, которые необходимы для разделения и выделения ролей, то есть вот именно эту структуру, про которую вот чуть-чуть раньше начал говорить, добавит нам таким образом токенизатор. Потому что модель, с которой мы хотим сейчас повзаимодействовать, вот она была именно обучена в таком сеттинге. И вот важно, что если вы поменяете модель, то может получиться так, что и вот формат вот этого диалога, он тоже поменяется. Поэтому нужно либо смотреть в доку и там какой-то пример, чтобы понять, как корректно подать промпт, либо просто вот, соответственно, применять там, если это возможно, некоторые темплейт к промпту, который вы хотите подать. И в таком случае все должно у вас заработать. Вот. И, ну, то есть мем здесь в чем, что вот если вы обратите внимание, то у нас как бы сначала разделились на такие диалоги по ролям вот эти вот промпты, затравки, да. Вот. А потом в самом конце у нас еще добавилась некоторая часть, которая как бы работает так, что вот модель видит, что типа сейчас ее очередь что-то корректно отвечать, да. И она уже даст нам какой-то аутпут. И мы на самом деле, если это будем использовать в каком-то сервисе, мы, конечно же, не будем даже задумываться о том, что там под капотом происходит вот такое вот какое-то изменение нашего входного промпта. Но это именно то, что позволяет модели работать в том формате, как мы от нее ожидаем. Вот. Ну и, соответственно, потом вот можем это все непосредственно, то есть посмотрим на полный pipeline, то можем потом вот этот вот подготовленный для нас с помощью темплейта промпт ровно точно так же закинуть в метод модели generate и посмотреть, что нам здесь выплюнет, да. И видим, что она нам действительно уже выплюнет это все в формате, ну, соответственно, да, вот рецепта, например. Так, может быть, если что-то долго безостановочное дело, может быть, есть какие-то вопросы к данным моментам. Окей. Вот. Ну вот на нюансах, наверное, OpenChat здесь не будем останавливаться. Но поговорим еще о таком моменте, что, да, вот важный момент. Мы сейчас говорим про некоторые отчасти, можно сказать, что, ну, как эвристики, да, эмпирику того, как нужно корректно скармливать модели промпты. То есть отчасти сейчас говорим и про промпт-инжиниринг, и про всяческие улучшения без машинерии как таковой, да, то есть только за счет каких-то изначально, за счет подания, подания, подавания, подачи, смог, наконец, засамплировать нужное слово, корректного промпта на вход. Вот. И дело в том, что моделям, с которыми мы работаем, очень часто бывает полезно сначала на примерах показать, как решить задачку, которую мы хотим ей дать. И при этом мы ей можем подавать и, чтобы ей было проще, например, и описание и процесса того, как можно прийти к данному результату, и ответ, и вот это все. То есть отчасти мы, конечно, ожидаем, что там будет некоторое решение по аналогии, но, скорее всего, ей просто поможет это вспомнить, а как вообще, собственно, задача решается, да. И поэтому мы можем сначала побахнуть там здоровенный промпт с примерами. Здесь, конечно, эти примеры мы сами можем сформулировать, да. И вот мы видим, что здесь у нас промпт тогда будет состоять из таких вот примеров корректного решения различных задач, которые мы ожидаем. И в конце мы уже будем подавать какую-то новую задачу, новое задание, точнее, для нашей модели, и ожидать, что она ее решит, да. То есть, опять же, логика очень простая. Сначала все с примерами, потом уже решение на стороне модели. Ну и, собственно, здесь просто показан пример того, что корректное описание задачи, корректное приведение примеров – это уже половина решенной задачи. И другое дело, что, возможно, в некоторых случаях, конечно, это не будет работать, когда вы сами не знаете, как решить эту задачу, да. То есть, казалось бы, если вы знаете, как задачу решать самостоятельно, почему вам не решать ее самостоятельно каждый раз? Но дело все в том, что для некоторых из таких задач, ну, мы просто ручками не можем написать вот этот вот как бы алгоритм, а иногда и не хотим, да. То есть, например, каких-то очень слабо формализованных задач особенно, да. То есть вот если мы хотим что-нибудь зарерайтить, но в определенном, допустим, стиле с определенными оговорками, тогда может быть небольшой примерчик того, как мы как бы хотим что-то зарерайтить, мы можем привести, но четкий алгоритм того, как что-то зарерайтить, мы привести не можем. Вот в таком случае нам как бы очень хорошо подходят LLM. То есть я к тому, что, конечно, если у вас ваши задачи какой-то целевой, решение окололгоритмическое, то есть есть понятный алгоритм, понятные правила, ну, может быть, вообще и не стоит париться на тему того, чтобы делать что-то с LLM. Может быть, действительно проще хардкорно закудить вашу задачу, и все будет хорошо. Но в случае, если это какая-то слабоформализуемая штука или вам лень, возможно, все-таки что-то такое сделать можно. Вот. Ну, конечно, не все модели, влезая туда, куда мы хотим их впихнуть, в том виде, в каком они есть. И поэтому для некоторых моделей мы можем использовать, например, пунктизацию. Значит, в чем здесь история? Что можно считать, что мы некоторым образом приближаем веса нашей модели или еще какие-то там, скажем так, поведения нашей модели с помощью чисел меньшей точности? Вот. То есть что нам это дает? И как это влияет на итоговый процесс? Значит, при создании конфига, при загрузке наших моделей, мы можем в нее… Сейчас речь, естественно, про то, что работает с трансформерами, в смысле с библиотекой трансформеров. Создать специальный конфиг, конфиг, который будет работать с помощью либо bits and bytes, и в котором мы скажем, что нам нужно загрузить модель в 8-бит. И тогда мы возьмем данный конфиг, пробросим в метод fromPretrained из библиотеки трансформеров для нашей, соответственно, интересующей нас LNK. И тогда наша моделька будет загружена в формате, скажем так, с другой точностью. В данном случае мы будем использовать 8-бит. Что нам это дает на практике? Значит, из-за того, что мы используем меньшую точность, у нас буквально меньше весят сами веса модели. Ну, то есть сама модель становится легче. Если все так хорошо, и она становится легче, в чем проблема? Дело в том, что, конечно, поведение ее от этого меняется. То есть перформанс может просесть. Но здесь вот как бы важный момент заключается в том, что на практике почти все модели на инференсе, ну, я имею в виду там какой-то продуктовый инференс, они в том или ином виде, ну, квантизуются в том плане, что, ну, хотя бы там точность у них понижается. И, естественно, есть некоторый трейд-офф между тем, насколько мы понизим точность и, соответственно, сделаем модель легче, и тем, насколько у нас просядет при этом качество. И в случае с, ну, там, какими-нибудь мистральными ламами, в целом, в целом, от того, что мы будем езать 8 бит, мы не очень сильно потеряем в качестве. Если пойдем там дальше, возьмем там 4 бита, наверное, то, ну, точнее, не наверное, а там утверждение, это будет, конечно, серьезнее и хуже. Ну, вот с 8 битами можно жить, а главное, что в некоторых случаях, например, с коллабом, это вообще просто единственный способ для вас, чтобы жить. Вот. В целом, да, тут как бы, опять же, это не какое-то новое введение конкретно для LLM-ок, то есть консенсация у нас существует для абсолютно любых и всех моделей в том плане, что мы, ничто нам не мешает их применить, ну, там, с некоторыми ограничениями. Вот. Поэтому это ничего концептуально нового, скорее просто вот примеры того, как конкретно для штук из Transformers мы можем это дело реализовать. создавать. Вот. И уже, конечно, с квантизованной моделью нам живется попроще в том плане, что вообще хоть как-то живется, что мы ее можем применить. Да, и то есть вот, ну, например, здесь мы, соответственно, вот, там, пример того, как мы применяем, точнее, как мы используем Instruct Mistrime. Но, значит, это вот часть условная с тем как бы прелюдия того, как вообще-то можно все применять. Свести все можно. Очень краткая история с тем, что да, заходим просто на HF, находим модель, которая нам нравится по описанию или по количеству скачиваний, берем простейший интерфейс формата, сделать токенайзер, нужный нам, да, и модель буквально там двумя методами. Нам нужно чисто задать, хотим ли мы квантизованную модель или нет. Ну, и не забыть, естественно, указать путь до самой модели. Да и все. То есть по сравнению с тем, что было до этого, когда мы там условно ручками писали какой-нибудь торч-модуль, вот это вот все. Нет, сейчас, то есть этого здесь уже нету, все уже как бы готово, загрузили и поехали. Нужно просто найти опытным путем или по описанию, или по каким-то еще инсайтам наиболее подходящую для вас модель. Значит, ну, инсайты обычно, повторюсь, довольно тривиальные, либо скачиваний очень много, либо они очень быстро растут, а модель свежий. Вот. Окей. Ну, да, ну, собственно, для того, чтобы рецепт до конца довести, для того, чтобы получить то, что вы хотите, просто нужно промт токенизировать, закинуть метод generate и потом его декодировать. Все, вот и все, как бы весь процесс общения ваш с LLM-кой. Вы, если это все запустите на коллабе, поздравляю, как бы у вас есть своя карманная LLM-ка. Вот. Но, как бы, понятное дело, что если вам чисто поиграться с моделькой, то этого вам достаточно, но там с точки зрения каких-то индустриальных историй и применения этих моделей, наверное, вы бы хотели всего скорее решать какие-то задачи с помощью этой модели. И вполне может получаться так, что, во-первых, ваша модель, может быть, не очень хорошо работает на задачи, которые вы хотите решать. То есть вы у нее, например, что-нибудь спрашиваете, а она вам не очень хорошо отвечает. Или другой вариант, что вы точно знаете, у вас есть какие-то наборы примеров, и их достаточно прилично. Сейчас поговорим, сколько это прилично. Того, как должна быть решена определенная задача, и вы хотите модель как бы научить это делать еще лучше. То есть вы, допустим, там попробовали какой-то промпт, и что-то получается не очень. Попробовали другой промпт, тоже получается не очень. Вот как бы, а как найти тот промпт, при котором очень? Да, то есть как бы хорошо решается задача. Что в таком случае делать? Пока не очень понятно в том плане, что, ну, понимаем как бы интуитивно, что можем перебирать промпт. Ну, и, наверное, поскольку обсуждать дальше там это сегодня не будем, то просто будем считать, что есть как бы такая штука, как промпт-эджиниринг, когда мы ручками перебираем промпты. Это все понятно, то есть это есть и есть. Здесь, опять же, никакой машинерии. В целом мы руками можем доходить там десятки, сотни промптов, если очень захотим перебрать, и, может быть, да что-то и найдем. Вот. И это хорошо будет работать, когда у нас очень мало примеров. Но вот как бы, наверное, хотелось бы что-нибудь похитрее, получше. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, живем в парадигме, что ресурмов нет. Мы модель засунули, у нас уже не хватает видеопамяти ни на что. Что делать? Вот. Ну, в таком случае мы понимаем, что нам все-таки хоть как-то нужно фонтюнить модель. А вот как это можно делать, какие подходы мы можем применять, давайте, собственно, сейчас и обсудим. Значит, ну, конкретно здесь будет в качестве примера использоваться там GPT-2, но, как бы, все сказанное будет справедливо и для других моделей, просто они там с той или иной степенью успешности влезают или не влезают в память даже с учетом данных методов. Ну, вот, смотрите, давайте представим, что у нас есть, ну, собственно, здесь вот в качестве примера некоторый датасет, которым решается задача анализа тональности. но, как бы, у вас это может быть какая-то там своя просто задачка. Значит, важный нюанс. Мы сейчас будем говорить про задачи, которые мы решаем на текстах. То есть на вход в нашу модель мы можем как-то подать текст в качестве части некоторого промпта, например, да. Вот. И у нас есть некоторый… для этого текста у нас есть некоторый output. Этот output может быть, на самом деле, там, меткой класса, а может быть, например, текстом. То есть, например, там, та же самая суммаризация или описание чего-то. Или какой-то прям буквально там ответ развернутый. То есть вариантов много, но подчеркну, что мы сейчас работаем с задачами формата на входе текста, на выходе что-то. Метка, текст и так далее, и так далее. Значит, просто хочу для галочки отметить, что вообще на сегодняшний день уже есть и VLM, то есть модель, которую мы на вход можем подать, кроме текста, еще и картинки, ну или видео. Вот. Ну, там в качестве примера можно привести, допустим, модель лавы, в рамках которой, по сути, взяли просто и научились подавать в качестве токена входного для ламмы картинку. Ну, смотрите, как бы мы уже обсуждали, что на самом деле, как бы каждый токен, который мы подаем в нашей модели, он может быть чем угодно. Это может быть какой-то служебный токен, это может быть слово осмысленное, а вот может быть картинка. И это я сейчас к чему? В целом все, что мы сейчас обсуждаем, оно релевантно и для VLM. Вот. Потому что в большинстве случаев, как бы, отличий почти никаких не будет, потому что в случае VLM у вас просто картинка представляется в виде специализированного токена со своими имбейзингами, а так все как бы то же самое. Поэтому в рамках ноутбука на входе текст, но можно там с некоторыми оговорками подход применить в случаях и когда на входе картинка плюс текст. Вот. Ну что же, значит, вернемся к тому, что обсуждаем. И как бы модель, которую мы изначально здесь собираемся использовать, она как бы не особо была обучена на задачу определения тональности как таковую, но мы хотим использовать некоторый ее бэкграунд, но все-таки модель там здоровая, она что-то должна понимать про тональность, то есть мы ожидаем от нее. Потому что мы там ожидаем, что от нас это не потребует там никакого тяжелого переобучения, может быть, у нас данных на самом деле не так много, то есть причин может быть много. Вот. То есть мы хотим как-то, опять же, затрансферить знания большой модели на нашу маленькую задачу. Вот. И, ну, здесь всякое… А, ну, давайте, собственно, да, посмотрим, что здесь происходит. Ну, опять же, там загружаем модели. Это кинезатор. Значит, внутри модели у нас, значит, ну, на самом деле здесь тоже ничего такого особенного. Мы просто будем использовать последний скрытый слой наших моделей для того, чтобы с ним уже дальше что-то делать. Ну, в таком плане, что мы можем, например, там использовать данные веса для того, чтобы решать нашу задачу, задачу классификации. Да, то есть мы просто возьмем и отобразим это скрытое пространство в пространство, ну, в размерности, там, количества классов, в нашем случае это два. То есть это как бы то, как мы архитектуру нашей модели изменяем таким образом, чтобы она могла решать нашу задачу. То есть вот в данном случае у нас на выходе будет все-таки не текст, а некоторая метка. Вот. И дальше мы уже все будем делать как бы с подобной уже архитектурой. Так, сейчас быстренько буквально просмотрю. В общем, тут у нас… Ага, все, отлично. Ну, и, собственно, здесь просто некоторая преамбула на тему того, как у нас функционирует там какой-нибудь токенайзер, кухня в виде создания даталоадера, проверки количества, точнее распределения метки на трейд-иней валидации, понимаем, что у нас плюс-минус, ну, будем считать, что здесь плюс-минус забалансированные классы, поэтому у нас будет accuracy в качестве метрики качества, поскольку мы решаем задачу анализа тональностей, это классификация, то будем использовать просто cross-entropy loss. Ну и, собственно, здесь все буквально вам знакомо, что мы просто из модели получаем логиты. Модельку мы уже доработали на то, доработали мы ее вот здесь, на то, чтобы у нас на выходе было просто вероятность наших классов, точнее, логиты здесь будут, да. Ну и все, как бы потом применили softmax, к предсказаниям и посчитали accuracy. Ну, на самом деле, могли и не совсем понимаю, зачем тут нужен был softmax, мы могли просто взять artmax. вот, ну, здесь, соответственно, все остальное это просто графики и логирование. Вот. Так вот, собственно, да, теперь предметно по поводу файн-тюнинга. Что будет происходить в случае файн-тюнинга, почему нам это не подходит, какие проблемы. Значит, напоминаю, что файн-тюнинг это история, когда мы сначала обучили модель на какую-то там, в каком-то количестве данных, и, скорее всего, на большом количестве данных, на большом корпусе, и потом мы ее немножко дообучаем на наши данные. То есть, вот обратите внимание, мы, по сути, просто продолжаем обучение модели, единственное, что с немножко измененной архитектурой, на нашу задачу с очень маленьким learning rate. Вот. И проблема здесь в чем, что вот таким образом мы, как бы, используем знание нашей модели и чуть-чуть ее меняем, но в случае файн-тюнинга мы будем менять все параметры модели. Как мы уже до этого сказали, там, в случае с LLM, это, ну, просто у нас столько не влезет в память. Значит, важно здесь, проблема будет не из-за того, что сама модель не помещается, мы уже там поняли, что она залезла, просто она занимает уже очень много места, и у нас не будет достаточно памяти для того, чтобы посчитать градиенты. То есть, во время backward-pass у нас будут проблемы. Вот. То есть, параметров много, градиентов много, несмотря на то, что то, что learning rate маленький, это не значит, что количество градиентов мало, да, что нам их легче стало вычислить. Нет, нет, все еще это очень сложно. Но, но, для чего здесь вообще введен файн-тюнинг? Мы с вами будем считать, что вот если мы произвели все же каким-то образом файн-тюнинг нашей модели, это, грубо говоря, оценка сверху качества того, как мы можем вообще потюниться на нашу задачу. То есть, изначально у нас нет предпосылок, что мы можем обучиться каким-то образом лучше, чем если мы будем менять все возможные параметры в модели. Ну, все, мы как бы больше ничего уже менять здесь не можем, значит, то с чего бы нам становиться лучше. То есть, вот предпосылка такая, что файн-тюнинг это наилучшие возможные изменения. Да, отлично. Вот. Ну, и, соответственно, здесь какие-то там смешные картинки нарисованы. Вот у нас там как-то качество меняется. Ну, вот видим, что там после файн-тюнинга мы можем выбивать качество на валидации в 88. Окей. Это, с одной стороны, то есть, будем считать, что это оценка сверху нашего качества. Значит, забегая вперед, в целом что-то может быть лучше файн-тюнинга, мы сейчас про это поговорим, но интуиция, вот пока что, пока мы дальше не ушли, она именно такая, что файн-тюнинг нам дает оценку сверху для качества, которое мы можем выбить. Что будет нашей оценкой снизу? То есть, что в худшем случае мы можем сделать при решении нашей задачи при тюнинге? Это если вместо того, чтобы учить все веса, мы будем учить только голову, то есть только ту часть модели, которую мы добавили для того, чтобы модель могла решить теперь нашу задачу. То есть, вот мы, например, там у нее с конца срубили какое-нибудь там количество слоев, добавили сами новый слой, и вот именно у этого нового слоя, что мы добавили, мы будем что-то учить. И в таком случае это будет наша оценка снизу для качества, то есть нам нет смысла делать что-то хуже, чем этот метод, потому что мы в худшем случае, ну хотя бы у этой головы должны в любом случае менять веса, потому что, ну, мы не можем с рандомными весами для новой задачи получить какое-то качество. Кстати, важный момент с некоторыми отговорками. Иногда можем, но это такое себе. Объясню, что имею в виду. Как-то когда мы говорили просто про сверточные сети, нам была история с тем, что если вот вы возьмете какую-нибудь картинку, подойдите на вход сверточной сетки и посмотрите на output, и точно так же сделаете, если подойдите полносвязному слою на вход картинку, то вы увидите, что как будто бы даже в случае со сверточной сеткой там могут находиться какие-нибудь образы, что-то такое, ну типа слои по своему, по своей природе, по своим, по построению, по логике того, как они работают, уже там что-то могут. Но это такое все равно скорее махание руками в воздухе, чем имеющее что-то реальное. То есть на практике все равно вы там как-то вот этот вот кусочек тюнете должны. Вот. Естественно, это должно работать там быстрее, чем полный контюн, потому что мы просто меняем там минимально возможное количество параметров, ну и в таком случае вот мы получаем оценку того, как бы оценку качества снизу. То есть вот хуже, чем это, нам делать нет смысла. Ну потому что меньше, чем такое количество параметров мы уже не можем просто учить. Ну если мы считаем, что мы учим параметры только модели и ничего нового не добавляем. Вот. И соответственно, значит, мы ожидаем, что качество всех остальных вариантов, они будут где-то между фантюном и вот этим линеропропингом. Когда мы учим, да учим только куда. Ну и на самом деле вот прям сразу, сходу поговорим про подход, который на удивление там сегодня все еще является такой около сотой. Почему на удивление? Потому что он частично похож на некоторые там более старые подходы, но очень хорошо работает в широком пуле задач. В чем заключается подход, который называется лора? Значит, лора расшифровывается как low-rank adaptation или адаптер, точно не помню, но суть в том, что происходит здесь следующее. Смотрите, что значит, что мы хотим потюнить веса некоторой матрички? Ну и точнее матрички, а некоторые модели, уже забегая вперед. Это значит, что мы хотим как-то изменить веса матрица, которая у нас зафиксировалась. Да, то есть у нас есть изначально матрица, которая у нас получилась в процессе обучения, и мы хотим из нее получить какую-то новую матричку, которая, ну там, размерность, понятное дело, не меняется, архитектура все та же самая. Вот. Как мы можем это получить? То есть что нам нужно для этого сделать? Ну, формально, понятное дело, что получить новую матрицу из этой мы можем, если мы добавим некоторую добавку. Да, то есть где D, это некоторая такая добавка. Ну, понятное дело, что размерность у этой D должна быть такая же, как у W, нашей исходной матрицы. И, ну, то есть я к тому, что вот просто вот этот вот переход, то есть получение новой какой-то матрички можно расценивать как добавление некоторой добавки к нашей имеющейся. Это не значит, что добавка внутри содержит только положительные там веса. Не-не-не. Ну, в смысле, что вот это вот изменение, вот это вот дельта, да, она представима как матрица той же самой размерности. Окей. Значит, то, что этот процесс тюнинга выглядит таким образом, это понятно, но легче нам не стало. Почему? Потому что, ну, какая размерность вот этой вот добавки? Значит, как мы уже сказали, она будет ровно такой же, как у W. И поэтому, если бы мы, наше там желание было бы учить вот эту вот добавку чисто, ничего бы не поменялось. Потому что, если в случае файн-тюнинга нам нужно было бы учить вот такую W, ну, в смысле, ее как-то менять в явном виде. Здесь нам нужно менять как-то добавку, которая имеет такую же размерность. Ну, и в чем выиграешь? Непонятно. Однако, из, скажем так, около Линала оказывается, что мы можем, на самом деле, эту добавку представить как произведение двух матриц. В случае лора они, ну, там, и на картинке они представляются как матрички А и Б. И мем их в том, что итоговая матрица получается путем произведения этих матриц друг на друга. А для того, чтобы мы умножили две матрицы, у них должна совпадать одна из размерностей. И вот эта вот размерность, которая у них совпадает, мы можем ее сделать очень маленькой. Ну, изначально я имею в виду, что по-концептуально нам никто не мешает так сделать. А в чем предпосылка того, что мы так должны делать, заключается в том, что есть как бы мнение, ощущение, исследование и так далее, что на самом деле у нас вот эти вот большие языковые модели, ну, и в целом большие модели, они перепараметризованы. То есть на самом деле, грубо говоря, каких-то значимых признаков там не так уж и много, то есть те, которые действительно роляют. И поэтому то, что мы вот эту вот добавку создаем с помощью двух матриц маленького ранга, это окей. То есть здесь нет противоречий. И это скорее наоборот подтверждение того, что нам достаточно приблизить нашу матричку, по сути, большую матричкой меньшего ранга, и все будет здорово. И смотрите, что у нас получается, что у нас, допустим, матрица имеет там размер D на R, это матрица A, то другая матрица у нас будет иметь размер R на D. Это матрица B. И вот если мы возьмем вот это вот R очень маленькой, ну, например, там, что значит очень маленькой, это там типа 4 или 8, то понятно дело, что мы здесь уже будем иметь сильно меньше параметров, чем если бы у нас была бы матрица размером D на D. А именно такая размерность у нас получается у матрицы B. За счет этого мы получаем то, что вот эту добавку, которую мы хотим здесь выучить, мы получаем нужного размера, при этом как бы продуцируя ее из двух матриц поменьше, с маленьким количеством обучаемых параметров. И потом, когда мы просто дообучили вот эту добавку, мы ее добавляем к нашей W и радуемся жизни. Все у нас прекрасно получилось. Мы смогли обучить добавку, используя очень маленькое количество параметров, и все здорово. И, собственно, в этом и заключается лора. Какие границы применимости лора? Смотрите, на самом деле вот это вот, мы ее можем применять там, где у нас вот эта вот есть матрица W, там, по сути, где у нас есть линейные слои. И этот подход, он не завязан на LLM как таковых, и поэтому вы его можете использовать, ну, почти где угодно. То есть это может быть использовано условно в моделях трансформерного типа, в смысле, там, LLM или что-то такое, в смысле, которое решает задачу, там, языкового моделирования. А может быть, например, использовано в диффузионных вообще моделях. То есть вы можете там тюнить диффузионки под определенный, например, стиль или там под определенного там человека или персонажа или объект, тоже используя лору. Поэтому этот подход, он, опять же, не про LLM, он вообще про тюнинг моделей как таковых. Поэтому вот очередной, в очередной раз скажу, что вот важно понимать, как работают некоторые такие методы для того, чтобы в какой-то момент вы можете понять, что вообще такая штука применима для моего кейса, где я вообще работаю там не с LLM, я не знаю, там, классифицирую какой-нибудь там мед на сорт его, да, потому что у меня уже есть какая-то нейронка, которая предобучена просто, и вот я могу ее очень легко потюнить. Вот. Что еще тут хочется сказать про лору? Это то, что тут есть вот, можно обратить внимание, здесь написано, что B равно нулю, а равно не какому-то там нормальному распределению. Это про что? Это про инициализацию вот этих вот двух матричек. Дело все в том, что вот сначала мы инициализируем B-шку чисто нулем, а A-шку мы там веса инициализируем нормально. Что нам это дает? А дает нам это то, что изначально вот эта вот прибавка, ну, после того, как мы перемножим A на B, она нулевая, и это значит, что когда мы только начинаем нашу модельку подтюнивать, она работает как исходная модель, да, то есть вот эта вот добавка еще никак на нее не влияет. Но за счет того, что у нас здесь A-шки не нулевые, у нас потихоньку как-то начинают меняться веса, когда мы пробуемся. Вот. И вот за счет этого мы как бы потихоньку начинаем учить эту добавку как бы как можно меньше, меняя поведение нашей модельки. Вот. Ну и на самом деле, в целом, сказав про лору, можно сказать, что все, потому что, наверное, на сегодняшний день самый распространенный подход в том плане, что работает на широком пуле задач архитектур и вот этого всего, а главное работает лучше, скорее всего, лучше остальных подходов, которые вы примените. Вот. И в некоторых случаях, в оригинальной статье было показано, что это работает даже лучше, чем Fintune. Казалось бы, да, то есть мы уже изначально сказали, что не-не-не, мы не можем сделать лучше, чем был Fintune, потому что в случае Fintune мы тюнили вообще все параметры, которые нам доступны. Но, как я говорил с небольшой оговоркой, формально мы здесь добавили новые параметры и типа у нас стало в сумме параметров больше у модели, просто, ну, типа некоторые из них схлопываются, да, за счет вот этого суммирования. То есть, ну, тут как бы все неоднозначно, как обычно. Вот. Но в целом, в целом, как бы это просто подход показывает, что действительно это очень хорошо работает, когда вам нужно что-то чуть-чуть подправить. Понятное дело, что там стартовать и вообще забить, соответственно, на модели с большим количеством параметров в целом и все учить через лору, ну, такое себе. Да, то есть это именно работает хорошо, когда вы хотите чуть-чуть немножко что-то поправить. Вот. И если мы вернемся к моделям из трансформеров, то вообще у нас есть удобный способ для того, чтобы применить лору. У нас есть специальные конфиги, которые мы можем использовать и просто мы их там условно будем прокидывать для того, чтобы тюнить нашу модель. Здесь нам нужно просто добавить некоторые гиперпараметры нашего метода. Ну, то есть вот может стать резонным вопрос, с чего тут у нас вот это вот r равно 8, это как раз вот ранг вот этой вот матрички, то есть размер скрытого пространства здесь. Почему оно равно 8? Ну, считайте, что эмпирически найдено. Ну, то есть это правда, в том плане, что меньше уже плохо, больше смысла особо не имеет, потому что качество вот этого особо расти не будет. Ну, опять же, как обычно, трейдов между тем, чтобы у нас было много или мало параметров и там качество было получше или похуже. Ну, а дальше, соответственно, можем посмотреть на то, что у нас получилось и действительно видим, что даже у нас в нашей задаче получилось, что лора нам выплюнула качество получше, чем фондюн. Вот. Это, значит, наверное, вот один из концептуальных таких подходов, которые хотелось показать. Да, вот важный момент. На самом деле, подходов в целом здесь очень-очень многое, но, как правило, вам нужно для задачи попробовать просто концептуально разные подходы. То есть вот сейчас мы проговорили про историю, когда вы, по сути, как-то меняете веса самой вот модели где-то там в серединке. Опять же, вы лору можете сосунуть почти где угодно, чтобы там были какой-то линейный слой, например. Вот. И поэтому важно посмотреть не просто на другие методы, а другие методы концептуально. И вот концептуально другой метод — это, например, подход prompt-тюнинга. Значит, в чем он заключается? Значит, вот начали мы прямо уж совсем с того, что мы можем пробовать перебирать промпты, то есть заниматься промпт-инжинирингом, когда у нас сама модель, она полностью зафрижена, и мы просто ищем постепенно промпт, который нам дает наилучший результат. В таком случае мы, по сути, решаем задачу некоторой такой дискретной оптимизации у себя в голове отчасти. Потому что мы, типа, попробовали какой-то промпт, получили качество, да, потом попробовали следующий промпт и опять получили качество. И мы, типа, у себя в голове считаем такие некоторые градиенты, да, в том плане, что стал лучше или хуже, в каком направлении нам двигаться. Но только понятное дело, что это градиенты мы посчитать тут никакие не можем с точки зрения головы и с точки зрения того, что у нас это такой безградиентный метод получается, да, то есть мы просто понимаем, в какую сторону скорее там лучше, хуже. Вот. Но перебирать, как бы, промпты не всегда хорошо. Повторюсь, это хорошо будет работать, если у вас данных, ну, крайне мало для тюнинга. Вот. Если у вас данных все-таки, там, типа, тысячи примеров, но в целом можно использовать лору. Ну, конечно, чем больше, тем лора будет лучше работать. Вот. А какой еще вариант? А вариант такой, значит, возвращаясь к предмету обсуждения с промптами. Окей, мы можем оптимизировать промпт, но зачем, давайте подумаем, зачем мы на самом деле меняем промпт. Как работает это с точки зрения нашей модели? Что происходит от того, что мы поменяли промпт? Изменение промпта влияет на то, что внутреннее представление этого текста, оно изменится. То есть имбеддинги, которые пойдут в модель в самом-самом начале, они поменяются. Поэтому на самом деле изменение промпта это такая прокси история перед изменением того, перед изменением имбеддингов в модели, которая поступает на вход. Надеюсь, концептуально понятно, да? То есть мы не можем повлиять на модель, мы не можем повлиять на имбеддинги в смысле, что ручками изменив эти имбеддинги, когда мы подбираем промпт, поэтому мы подбираем собственный промпт. Ну так, а может быть мы все-таки можем заменить как-то имбеддинги? Как нам это сделать, когда у нас модель заморожена? Давайте просто введем новые токены, которые мы будем относиться как к каким-то служебным токенам, дополним ими наш промпт и будем учить эти самые служебные, имбеддинги этих самых служебных токенов. И таким образом, то есть мы сможем что делать? Мы не меняем модель, но мы меняем то, что будет поступать на вход нашей модели. И таким образом мы уже будем пытаться улучшить качество решаемой нами задачи. То есть мы как будто бы промпт инженерим, но только в пространстве ни слов, ни вот этих вот по сути айдишников, токенизатора, а в пространстве имбеддингов этих текстов. И в процессе, когда мы будем бэкпробоваться, то мы сможем посчитать градиенты для того, чтобы обновить вот эти вот виртуальные имбеддинги. Но важно понимать, что мы не относимся к этим имбеддингам как к каким-то осмысленным словам. Действительно, они могут там, их имбеддинги в итоге могут оказаться близ каких-то там других токенов, они могут во что-то осознанно обратиться, но мы изначально даже не особо-то этого хотим, потому что нам без разницы. Нам только важно, чтобы решалась хорошо наша задача. От того, что там будет какое-то такое некрасивое слово поддаваться, да, или мы даже не будем понимать, что это за слово, нам хуже не станет. Стали решать задачку лучше и хорошо. То есть еще раз, если в случае с лорой мы меняли веса модели через добавку, по сути, некоторых к этим весам, то здесь мы не трогаем модель вообще, а трогаем только представление виртуальных имбеддингов. Поэтому эта штука еще иногда называется софт-промтом. Вот. И, ну и, соответственно, аналогично тому, как мы это делали с лорой, мы можем использовать соответствующий конфиг для тюнинга, для промт-тюнинга. Вот. Мы можем задать количество вот этих вот виртуальных токенов, которые будут использоваться. То есть, ну, в целом, там можно условно добавить три токена, 10, 20, 50. Как бы, опять же, это гиперпараметр этого подхода. На самом деле, очень много добавлять не нужно. То есть, опять же, здесь и в ристики, что 12 это ок, иногда и там и пяти хватает. Там уходить в какие-то десятки, сотни, здесь, конечно же, уже не стоит. Вот. И сколько в таком случае у нас будет обучаемых параметров? Ну, на самом деле, у нас будет просто размерность имбеддингов одного такого токена на количество токенов. Ну, и опять же, это там, ну, вот здесь можно увидеть, что это просто сотые доли процента. Да, вот что-то я в случае с лорой это вообще упустил. Там точно так же. То есть, мы говорим о подходах, когда мы не даже там половину условно параметров там фризим и обучаем остальную половину. Это даже не процент. То есть, мы меньше процента от всех параметров обучаем. Ну, то есть, надеюсь, понятно, что это, ну, получается колоссальное просто сохранение ресурсов по памяти, да. Вот. И это, именно поэтому это очень здорово. Но при этом вот в очередной раз хочу подчеркнуть, что мы тюним всего лишь меньше процента от всех параметров. Ну, вот здесь что-то с промп-тюнингом получилось не очень. И как бы получилось 64, что, напомню, хуже, чем даже линер-проба. Но в случае вот опять же с лорой там получается, что мы получаем качество, ну, 89 accuracy. Да, это важно. Это на валидации. Ну, это прям очень здорово. Кстати, вот, что-то я опустил, есть ли у нас здесь. Ну, да, здесь что-то, конечно, побольше, потому что здесь trainable получается не совсем уверен. Да, здесь все-таки побольше, потому что здесь уже 296 тысяч. Но в целом, в целом мы можем, например, там поменьше сделать ранг. Это не очень, конечно, классно. Но мы можем, например, не во всех местах совать эту самую лору. Ну, здесь она, на самом деле, суется в attention. Вот. Это такой самый, на самом деле, рабочий подход. Ну, можно, например, в меньшем количестве мест пихнуть, но все равно, все равно это как бы несравнимо с тем, что мы получаем как бы в том случае, когда мы вынуждены использовать все параметры и все параметры менять. У нас просто, ну, повторюсь, не всегда вообще есть возможность это все впихнуть в память. Так, и вроде бы у нас, да, у нас остался последний подход, значит, который, ну, по сути, расшифровывается как linear probing fontuning. Как можно догадаться, состоит просто из двух частей. Идея, значит, здесь следующая, почему вообще нужно комбинировать fontune и пробу. Значит, смотрите, вот, допустим, мы обучились на какую-то задачу, вот, и хотим потюниться дальше. Вот сразу применить fontune. Что у нас будет происходить, когда мы, во-первых, добавим новую голову, а при этом еще будем тюниться? Поскольку голова у нас будет на новую задачу, она будет инициализирована рандомно, то при обучении градиенты там будут очень большими. Ну, это просто какая-то рандомная новая штука, она очень сильно должна измениться, чтобы все заработало. Градиенты большие. Но из-за этого у нас очень сильно будут, прошу прощения, значит, обновляться все остальные веса. То есть если мы сразу юзаем fontune на каких-то новых данных, если это данные, там, допустим, out of domain, то у нас получается, что все, типа, очень плохо. Потому что вот из-за того, что мы вот эту вот голову хотим сделать нормальной, так и всю модель еще при этом расфризили. Поэтому, поэтому, что мы можем сделать? А давайте мы сначала только голову будем учить. То есть это первая часть LP. Что в таком случае будет? У нас модель не забудет все там, о чему мы ее научили, потому что она заморожена. А голова, она как бы, она садаптируется под нашу задачу. Все, обучили там, выбили какое-то качество, что дальше? А дальше мы берем и размораживаем всю остальную часть нашей модели. Что в таком случае происходит? Ну, в случае, если, там все очень сильно отличается, там данные очень сильно отличаются, ну, что поделать, у нас все равно градиенты будут большими, но они в любом случае будут большими. Но хуже нам от этого не стало. А вот если у нас данные примерно из того же домена, то нашей голове нужно будет чуть-чуть измениться, но так же, как и остальным параметрам. И вот в оригинальной статье для данного подхода как раз и было показано, что нам лучше сделать так, чтобы сделать по отдельности либо LP, либо FT. И там, на самом деле, даже вот показано, что такой подход, он будет лучше, чем любой из этих методов по отдельности. Но вот именно в таком порядке, что сначала пробу, потом фейнтюн. Опять же, повторюсь для того, чтобы когда мы переходим, точнее, когда мы обучаем голову, чтобы у нас не сильно менялись параметры и все остальные модели. вот, ну и тут у нас получается, ну, на самом деле, тоже довольно высокое качество, похоже на лору в данном случае. Вот, ну и там уже просто какие-то результаты по всем подходам. Какой ключевой вывод вообще по всему сказанному нужно сделать? Первое. На удивление вы можете использовать LLM под свою задачу именно даже потюнив ее. Но какая бы эта задача ни была, вам всего скорее придется использовать какой-то из методов эффективного тюнинга. Если у вас очень мало каких-то примеров, ну, тюнить там просто именно с точки зрения обучения вот такого классического, особо нечего, будет просто оверфит и не нужно оно вам. Попробуйте просто подобрать промп получше. К сожалению, лучше тут что-то придумать вряд ли получится. И попробуйте это просто на ваших примерчиках, когда у вас, вы все-таки знаете какой-то ответ, посмотреть, насколько это все у вас сходится. Что делать, если у вас уже сотни, а лучше тысячи примеров, которых вы можете тюниться? Во-первых, во-первых, в целом вообще во всем, что мы обсуждаем, нужно не забывать, что в какой-то момент у вас может быть примеров достаточно, чтобы обучить что-то свое, и оно может. Работать лучше, чем, ну, вот такая вот модель потюнинная, несмотря на там большое количество параметров. Но в целом практически в подавляющем большинстве случаев как бы лора для вас работает очень хорошо. Вот. И при этом, еще раз повторюсь, важно понимать, что это подход, который в целом применим не только для исковых моделей, но и практически везде, где у вас может, ну, на самом деле, может быть ситуация не то, что у вас даже модель большая, у вас, допустим, просто памяти очень мало. Хоть у вас там условно ГПУ какой-нибудь, который мобильный, да, у вас может быть просто изначально, типа он не то, чтобы там плохой, да, ну, просто вот там мало памяти, что делать, а что-то там потюнить для своей какой-то локальной задачки хочется. Ну, можно вот, например, применить лору. Или, например, вы хотите что-то там сделать, опять же, какую-нибудь там диффузировку очень кастомную под себя. Пожалуйста, это тот подход, который решит вашу задачу. Вот. На этом, наверное, на сегодня все. Есть ли у нас какие-то вопросы к обсуждению? Окей. Ну, и напоследок еще скажу, да, что поскольку сегодня пара наложилась на лекцию, еще раз побуждаю, если вдруг какие-то вопросы есть, не стесняйтесь, приходите либо в наш чатик, либо в личку, все обсудим. Сегодня получается все тогда. До следующего раза. Счастливо. 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 Счастливо.